АТВ продолжает творить. Каждый понедельник мы анонсируем новые передачи. Вот и сегодня представляем подборку анонсов из первых уств от авторов проектов. Кстати, возрастное ограничение для программ 12+, а вот у моей передачи Небанчиков 16+. И уже стало традицией, что каждый понедельник мы рассказываем вам о наших передачах, которые мы снимаем. И сейчас мы пообщаемся с авторами, что же они для вас приготовили. А почему вы в пуховике? Это интервью, это не просто я вопросы задаю человеку. Мы его проживаем вместе, такой кусочек жизни, в котором, конечно, я готовлю вопросы, но всегда происходит что-то неожиданное. Например, здесь Наташа мне рассказала о фестивале будущем, Моу-Саунд, и дала послушать некоторые группы. Я настолько вдохновился некоторыми, я прям залип и пару дней слушал вот прям одну группу. У нас снимал лучший оператор Восточной Сибири, Дальнего Востока, да что там Дальнего Востока. И ближнего тоже, и европейской России. Точно Евгений Козлов. Кто знает, тот поймет. Кофейня – это и есть то место, где ты даришь свою любовь. На этой неделе выйдет про-про с бариста. Это очень смешно, мы очень много смеялись, поэтому, надеюсь, вы тоже посмеетесь. Вот, на следующей неделе выходит с актерами, с актерами театра. Кто видел фильм Рома Жигана про становление русского рэпа в России, вот я хочу сделать что-то похожее, только локальное, связанное с именно бурятским хип-копом. Не стоит смотреть, потому что это узконаправленный будет фильм. И те, кто не любит рэп, можете не писать свои говняные комментарии, ну просто проходите мимо. Те, кому интересна эта музыка и история ее, то пусть те и смотрят. Вообще сказка. Не, вот это правда-то здорово. Мне тоже понравилось. Это не страшно, они, главное, катятся еще. Я думал, просто у них так надо по снегу топать. Нет, а самое интересное, что с горки действительно они обратно-то не скатываются. И не надо, и, кстати, не надо ноги поднимать вообще. Катя Головар, вторая серия, да, правильно? Да. О чем она будет? Мы на этот раз поехали в Танхой, в Байкальский природный биосферный заповедник, где Владимира Георгиевича укусил соболь, но он сам был виноват. Сапнул. Ну и вообще это было очень здорово. А Соболь жив? Соболь, к счастью, жив остался, да, потому что он привит. Вот, правда, Владимир Георгиевич не привит, но надо будет еще раз позвонить, узнать вообще, как у Соболя дела. Не забуду упомянуть и свою передачу. Программа «Не банчиков» выйдет сегодня в 9 часов вечера, 3 февраля сегодня. Что же я делал? Я беру интервью у очень интересной женщины, Сабрина Амо, также известная, как Наталья Семенова, но ее больше знают как Сабрина Амо, панк-рокерша, лидер регионального отделения «Яблоко», партии «Яблоко». То есть такой контрастный человек, очень интересно пообщались, было все, эпатаж, всякие вскрывания каких-то тайн, может быть, для кого-то, может быть, это тайны. Так что очень будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!